Всем доброе утро, друзья, и добро пожаловать в мой большой влог из Америки. Я постараюсь снимать каждую неделю, просто недельный влог. Надеюсь, что у меня получится. Да, Александрик, скажи всем привет! Мы уже на игре. Да, Александрик, приехали болеть за брата? Да, мы уже на игре. Вот там у нас Нимчик играет. Филипп тут ходит болеет всегда очень на нервах. Да, мы всегда очень нервничаем, когда Тим играет. И сейчас очень... Александр тоже хочет сказать, да? Сейчас очень сложные у нас соревнования, очень сильные команды. Вот, поэтому мы вдвойне нервничаем. Надеемся, что все пройдет хорошо. Расскажем вам потом. Только что Тим у нас забил гол. Мы так рады вообще. Так красиво было, я, к сожалению, не успела заснять. Очень жалко, но это было суперкруто, очень красиво. Это мои самые лучшие моменты, наверное, в жизни, когда Тима гол забивает. Идем прямое включение с поля. Пока что 2-1. Игра очень напряженная. Мы волнуемся. Александр, ты волнуешься? Александр, ты волнуешься? Так и сразу не скажешь. Кто победитель? Я. Я. Давай 5. Я вообще-то 5 тебе дала, а не кулак. Ладно, давай теперь кулак. Нам надоело сидеть дома, а на улице дождь, поэтому мы решили поехать в торговый центр погулять. Нарядились. Просто по-спортивному. Да, Александра? Ну, Александра очень нарядно нарядилась. Нарядилась нарядно, сейчас мы ее покажем. Вот так оделась Александра. Мальчик не забыла. Танишки с мишками. Да? Ты красотка? Все. Ну да. Погода, да, сегодня просто ужас. Пришли в магазин смотреть кроссовки, да, Филь? Александр, ты смотришь кроссовки? Мы пришли сейчас на фудкорт и решили заказать bubble tea с пузырьками. Мы его любим. И сейчас попробуем. Мы в этом месте еще ни разу не были, да? Сейчас попробуем, вкусные или нет. Мы взяли bubble tea, вот. Между прочим, я взяла сначала вот этот, но Тима у меня его изъял. Сказал, что он вкуснее. Да. У меня теперь этот спинк лимонейт, а у Тимы какой-то браун шуга bubble tea, да? Да. Ну, на самом деле, в другом месте, где мы обычно берем, там намного вкуснее. Здесь какая-то просто жидкость, а там еще есть всякие, что так сказать, какие-то печенья там намешанные, поэтому вкуснее кажется. Дети сами себя катают. Очень удобно, между прочим. Да. Сейчас уже вечер воскресенья, почти 6 часов вечера, и мы решили поехать на ужин в кафе. Отметить моих 10 тысяч подписчиков. Но, кстати, у меня уже 12, но все равно. Пришли в кафе, а тут нам сказали, что нужно подождать. Сидим на лавке при входе, да? Сидим на лавке при входе и ждем, когда нам будет готов столик. Сначала всегда приносят воду бесплатно, со льдом, и она из-под крана. Вообще, вкус отвратительный никогда не пейте. Тут, кстати, миленько так, всякие картины висят. Симпатичное местечко. Для Америки так вообще ничего. Тут часто бывают вообще просто с отвратительным дизайном. Вот у нас мы заказали бургер, кольца луковые и вот такую пасту. Просто огромная паста. Мы сейчас с Филипом будем есть ее на двоих. Вот в итоге мы из кафе принесли еще с собой. Тут луковые кольца и десерт немножко. И пасту. Остатки пасты с креветкой. Выглядит, конечно, не очень аппетитно, но, в общем-то, говоря о том, что в Америке действительно гигантские порции, что мы заказали с Филипом одну на двоих пасту и еще с собой принесли. Так что, если вы приедете в Америку, знайте, что не нужно заказывать каждому по порции, можете делиться. Ну что, всем доброе утро понедельника, друзья. Надеюсь, ваша неделя началась так же активно, как моя. Я уже в тренажерном зале. Сейчас время еще только 9 утра. Я тренировалась с 8 до 9. Меня спрашивали, как я вот успеваю тренироваться. На самом деле, я просто иду 8 утра тренироваться. До 9 я тренируюсь. Блин, такая прическа у меня. Вот вы спрашивали про кудрявые волосы. Вот как выглядят кудрявые волосы, если их не вложить, как одуванчик. Вот, значит, я тренируюсь. Вернемся. У меня полет мыслей, извините. Я тренируюсь с 8 до 9 вечера. Ой, фу, с 8 утра до 9 утра. И в это время просто мой муж сидит с дочкой, потому что он, рабочий день его начинается с 9. То есть, в принципе, мы все успеваем. Единственное, что вот мне рано приходится вставать. Я вам быстренько покажу, как выглядит тренажерный зал в нашем апартнерном комплексе. Он бесплатный. Вот, когда заходишь в тренажерный зал, то тут сразу стоят гантели. Для жима. Вот этим я пользуюсь с обычным тренажером. Это для спины и тяга к животу. Вот. Здесь какие-то для ног. А здесь еще есть радио. Можно прям как в России. Знаете, раньше на машинах были такие установлены. Вот. Ну, в общем, да, можно радио включить, музыка, чтобы играла. Все обрабатываешь после себя. Вот берешь санитайзер, салфетку. И всегда после себя обычно протирают все тренажеры, если ты их используешь. Добрый вечер, друзья. Сейчас вечер понедельника. 8.40 уже. Я уложила спать Александру, а мальчики до сих пор на карате. И я пока их нету. Тут делаю, значит, ланч для Тимофея. И сейчас быстренько покажу, что я ему дам завтра с собой в школу. Я уже как-то показывала, что я делаю иногда бутерброд с хэмом. И все еще писали, что это ветчина. Сегодня я сделала, запекла в духовке вот такие куриные кусочки в панировке. Это такие греческие печенья. Также у меня для него остались моцареллости. У него вот такой ланчбокс. И мы его обычно кладем в пюре вот такое фруктовое с клубничкой, ягодное. А затем даем вот такие скуби-снеки. Кто знает скуби-ду? Это мой любимый мультик был в детстве. Топички спрашивают, Тима, как ты относишься к малышке? Очень хорошо. Можно более подробно, пожалуйста? Немножко подробностей добавить, можно? Нет. Ты ее любишь, что ли? Да. Да? Люблю. Бодишься с ней? Да. Ты старший брат? Типа да. Тима, скажи нормально. Да, я старший брат, очень люблю свою младшую сестру. У Тимофея addiction от FIFY. Он не может оторваться ни на секундочку, даже чтобы ответить на вопрос. Я переворозающе. Addiction. Мама пытается быть американкой. А как переводится addiction? У него привычка. Нет, это не привычка. Addition. Нет, addition это никогда привычка. Это уже когда ты прямо не можешь без этого. Как этот фильм называется по-русски? Зависимость. Зависимость. Точно. Это зависимость. Учи английский вместе со мной. У нас тут классная новость, что в эти выходные был турнир футбольный. Тима забил гол, и этот гол попал в гол недели. И это выложили в инстаграм его клубе. Сейчас покажем вам гол. Наша гордость. Так, где Тима? Вот сейчас. Нет, это еще не Тима. Вот Тима взял мячик. Баба! В общем-то, сегодня у меня была такая идея, что я буду краситься и отвечать на вопросы, которые вы оставляете под мини-влогами. Вопросы, на которые требуется такой более развернутый ответ. Я просто не смогу в одну минуту уложить. Сегодня я решила затронуть ответ на вопрос, который вы мне задавали по поводу того, кем мы работаем, кем я здесь работала, сколько мы зарабатывали и что-то в этом роде. Давайте начнем издалека. Подождите, я буду краситься, чтобы не сидеть, просто так тут не болтать. Значит, начнем издалека. Мы с мужем вместе учились в России в фармацевтической академии. Мы закончили термскую фармацевтическую академию. И по образованию мы ни за что не отгадаете, кто это. Мы провизоры. Напишите, если вы знаете, кто такие провизоры. Мне кажется, большинство людей вообще первый раз такое слово слышит. Но никогда там не работали, можно сказать, практически. Мы сразу после окончания вуза пошли работать в фармацевтическую компанию, каждый свою. Но когда мы решили, что нам нужно переезжать, что мы хотим переехать в Америку, мы поняли, что наша профессия здесь абсолютно никому не нужна. И, точнее, нет, она нужна, но для этого нам нужно переучиваться, сдавать на лицензии, чего, в принципе, желания делать у нас не было. Еще живя в России, он решил найти какую-то профессию, которая могла обучиться и работать здесь, в Америке. Мы подумали, что это может быть IT, и мы гуглили, гуглили, какое же направление IT больше ему подходит. Он не хотел заниматься, например, там, просто делать код на Java, там, Coinscript. И мы решили, что для него классная идея будет пройти обучение на аналитика данных. Или же в идеале он хотел работать Data Scientist, то есть ученый данных. Он начал учиться, он проходил курсы сразу на английском языке. Когда мы еще жили в России, когда мы переехали в Америку, то он, конечно, не сразу, но нашел работу сначала аналистом данных. Затем, не на очень большую зарплату, потому что это была такая, знаете, начинающая должность. И затем, проработав год аналистом, он нашел работу ученым, да, ну, то есть Data Scientist. И я очень за него рада, что он нашел призвание в своей жизни, которое приносит ему столько радости, столько удовольствия, что он всегда с радостью идет на свою работу. Мне кажется, это самое большое счастье, ну, одно из самых больших счастей. Значит, теперь давайте про меня. Я, когда переехала, у меня достаточно плохой английский, скажем честно. Вот, и я думала, кем же мне пойти работать. Я, в общем, подумала, что мне нужно найти для начала волонтерскую позицию. Вот, я начала, зашла на крейк-лист и просто начала, ввела волонтеринг. Вот, и мне высветилась на удивление волонтер, позиция волонтера в dental office. Я так начала с ней работать, помощником, ее ассистентом, стоматологом в офисе в DC, то есть в Вашингтоне, в очень классном районе, до сих пор вспоминаю, в Джорджтаун, это мой самый любимый район. Я проработала там два года. Я сначала работала как волонтер, потом я выучилась на ассистента, закончила курсы. Это не очень сложно вымерить, несколько месяцев учишься, сдаешь экзамены, и тебе дают лицензию, сертификат, что ты можешь работать. Можешь брать X-Ray, это значит рентген по-русски. Вот, то есть тут ассистент делает очень много. Я так проработала, по-моему, два года в DC, и потом мы переехали в Ричмонд сейчас, где мы живем, и здесь я еще год проработала в офисе. Вот, а потом я ушла в декрет и сижу теперь с Александрой. Буду заниматься дальше, я пока еще не решила, я нахожусь в поиске. Как говорят, я все время про себя говорю. Я еще не знаю, кем я буду, когда вырасту. Это на самом деле очень грустно, с одной стороны, все-таки мне уже 32 года скоро будет, и я до сих пор не решила, кем я хочу стать. Но мне просто, я вижу, как у меня мужу нравится его работа, как он кайфует просто от того, что он там сидит на работе, что он даже может вне, то есть после рабочего времени он может сидеть программировать. И мне кажется, что это так круто, когда тебе нравится то, что ты делаешь. Я мечтаю найти что-то подобное в своей жизни, подобную должность. Вот. Но я до сих пор не придумала. Напишите мне в комментариях, может быть, с кем вы работаете, возможно, эта профессия подойдет мне тоже, я просто они еще пока не знаю. Ну что, вот я и накрасилась, и сейчас я отдала малышку Александру мужу, и я хочу просто одна выйти куда-то, я ничего не придумала лучше, как просто поехать в магазин и что-нибудь там просто походить, даже мне ничего не надо, просто походить одна. Мне кажется, что вот любой маме иногда вот нужно такое время, когда она одна. Колеса меня сами прикатили к Таргету. Ну просто это такой магазин, в котором есть все, в принципе, вот все, что захочешь. Поэтому я решила съездить туда. И возьму вас с собой. Ну что, давайте примерим кое-что. Это зела для интереса. Мне вроде ничего не надо, но осмотрим, померяем. Первая, это вот такая толстовка. Цвет очень классный. Очень мне нравится цвет, но мне кажется, я надо с лосинами носить. Моя идея была носить ее с лосинами с высокой талией. Вот. Джинсами смотрится уродско. Мне не нравится. Уроду эту фигуру. Что думаете? Следующая вещь, это домашний костюмчик. Такого цвета красивого, оранжевого, яркого. Топик мне нравится. И самое классное, что есть карманы. Мне кажется, это очень удобно дома. Я обожаю карманы. Все время тот телефон складываю. Вот. И цвет, мне кажется, мне идет. Я подумаю. В общем, сейчас покажу, что купила. В общем, вот такую упаковочную бумагу. Я сначала хотела просто с надписью Happy Birthday, а потом увидела вот этих щенят, собачат. Они такие миленькие. Я думаю, нет, я беру вас. Ничего не знаю. Следующая вещь. Давно мечтала. Циферки, которые бенгальские огонечки на тортик. Блин, мне кажется, это так классно. Я думаю, что я буду рада больше, чем Кима. Он не любитель всяких таких штук, но что сделаешь с матерью ненормальной? Вот этот консилер, который что-то все так рекомендуют и советуют. Надо попробовать. Вот эта жидкость для чистки серебряных украшений. И я надеюсь, что реально почистится наконец-то моя цепочка, которая меня раздражает своей чернотой. И еще одна вещь. Это диффузер для дома. Вот так сейчас выглядят наши волосики красивые, длинные. Повернись-ка задом. Цвет шикарный. Лосняться. Там у нас выбрито полголовы. Но это нисколько нам не мешает. Это моя самая любимая прическа. И сегодня Тима обстрежет свои волосы красивующие. Вечером покажем. Значит, это до у нас. Ну-ка, обстань. Это до. А скоро будет после. Ну что, мальчики, поехали в парикмахерскую. Мы с Александрой пошли гулять. И я хотела сказать... Я не знаю, надеюсь, вы меня слышите из-за этого ветра. На улице тепло, на ветер. И, в общем, я хотела сказать, что я очень сильно волнуюсь, как его подстригут. Прямо очень сильно. Потому что мне так нравится его прическа. Мы с Филиппом были изначально против того, чтобы он делал вот короткую стрижку, как он хочет, знаете, с такой челкой. Ну, увидите. Я думаю, я вставлю результат. Но потом мы решили, что... Ну, когда экспериментировать с волосами, как не в 12 лет. Мне кажется, это лучшее время. Потому что, по моему опыту, кто в этом возрасте не экспериментирует. Те потом начинают там после 20 с ума сходить. Вот такая прическа у нас получилась. Повернись-ка задом. Да, красиво. Очень красиво. Всем доброе утро, пятница, друзья. Сегодня очень важный день. У моего сына Тима день рождения. Ему исполняется 12 лет. Я не могу поверить, господи, неужели он уже такой взрослый. Ну, а пока Тима в школе. Мы с Александрой едем в магазин за продуктами. Вот. И, кроме того, нам нужно еще съездить забрать торт. Я заказала торт украинской женщины. Очень хорошая она делает вкусные тортики. Наполеон. Тима выбрал Наполеон. Вот. И тот недорого. Ну, как нормально. Средняя цена. Маленький тортик за 40 долларов. Александра снимает носок. Я затариваюсь. Я сегодня прям все набегу. Я уже выгрузила Александру дома, покормила ее, уложила спать. Сама сейчас поехала на заправку. И потом еду за тортиком для Тимофея. Сейчас пойдем домой. Будем зажигать свечи, загадывать желания и открывать подарки. Днем рождения тебя. Днем рождения тебя. Днем рождения. Днем рождения. Днем рождения тебя. Кому 12 лет. Смотри, однерпочка загорелая. Боечка еще нет. Надо подождать. День рождения. Давай. Загадывай желание. Давай. Почему ты начал с этого? Расскажешь? Слава мой. Да, Тиме его первая банковская карточка. Какой-то суммы уже на счету. Она не Федик Трубин или Тим Трубин? Тим Тен еще прям написаны футбольный мячик. Классно. Так, трусы от кого? Короналлы. Сейчас будем меньше. Да. Эй, футболы. Написано Тим Тен, чтобы не дай бог кто-то забрал. О, так они маленькие, меньше чем маленькие. Еще один подарок Тимчику мы подарили вот такой костюм. Найк. Как называется, я забыла? Найки Тэк. Найки Тэк. Мы сегодня хотели поехать отмечать в кафе, но Тима сказал, что он не хочет, хочет поесть дома. Поэтому мы сейчас поедем, возьмем на вынос еду. И еще заехали за Боба Ти. Это такой чай с такими шариками. Очень вкусный, нам нравится. Вот, езжу в машине, жду, потому что Александр уснула. Дрыхнет. Спасибо большое, что были со мной всю эту неделю. И подписывайся, ставь лайк, пиши комментарии. Я буду очень-очень рада вашей обратной связи. И пока-пока!